Некоторые мусульмане в наше время придумали, у них возникла такая идея. Мы должны стать богатыми. Для чего? Мы, мусульмане, должны стремиться стать богатыми. Для чего? И самое удивительное, об этом говорят те братья, которые вроде бы себя приписывают к призыве Ахли Сунна Уль Джамаа, к тому, что они помангачу праведных предшественников, чтобы люди смотрели, что вот мы мусульмане, не такие мусульмане. А чем вы отличаетесь от Ихван Уль Мусульмин, которые говорят, мы должны построить государство? Государство это братья круче, чем деньги в твоем кармане, правильно или нет? У государства намного больше возможностей, но при этом мы говорим день и ночь, что нашей целью не является государство. Нашей целью является призыв к таухиду и сунне. И поэтому глубоко заблуждаются те мусульмане, которые ставят себе целью разбогатеть для того, чтобы неверующие думали, что вот мы мусульмане. Это неправильно, это в весах шариата неправильный подход. Аллах не приказал нам разбогатеть, Аллах не создал нас для богатства. Аллах Субханал Аталий создал нас для поклонения. И да, кого-то делает богатым, кого-то делает бедным. И это чье? То есть, чья это забота? Или кто этим занимается? Это Господь в панатоле делал. Он выбирает, кого сделать богатым. Он выбирает, кого сделать бедным. Правильно или нет, Барак Лауфикум? Если посмотреть на пророков Барак Лауфикума, кто из пророков был богатый? Давайте посмотрим. Или неужели пророкам не пришло в голову или Аллахам не внушил то, что внушил вам, хоть все посланники были посланы кому? К неверующим людям. Почему посланники не пришли с такой идеей? А мы должны сейчас все силы вложить в то, чтобы разбогатеть и одевать щелка, и ходить в золоте и в серебре и так далее, чтобы посмотрели на нас каферы. Римляне не сказали, о, мусульмане носят золото, мы тоже так хотим. И пришли бы в ислам. Перцы бы пришли, о, мусульмане носят серебро, мы тоже так. И пришли бы. Нет. Нет, Барак Лауфикум. Для этого Аллах Суман Аталия послал посланник. Он сказал, мы послали в каждую общину пророков. Один Абудулла, поклоняется Аллах, вот что-нибудь так вот. Если Аллах Суман Аталия обогатил тебя, то есть точно так же, как если мусульман Аллах одарил государством. Если одарил государством, аль-хамдулиля, будем жить в этом государстве под законом Всевышнего Аллаха. Если мусульман Аллах Суман Аталия не одарил государством, мусульмане, не должны за счет единобожия братья Барак Лауфикум стремиться к построению государства, это не является нашей обязанностью. Это выбор Господа Суман Аталия. Братья, брать, как говорится, стремиться к созданию государства, братья, это то же самое, что стремиться изменить свою внешность. Превратиться в Майкла Джексона, чтобы ты побелел, и нос твой поменяли, и так зачем? Аллах тебя сделал красивым, аль-хамдулиля. Аллах лишил тебя красной, аль-хамдулиля. Это не твое дело, это выбор Господа Суман Аталия. Каким бы тебя Аллах ни сделал, красивым или некрасивым, мускулистым, толстым или худым, с фигурой сестра, без фигуры, скрасимовался, при этом с тебя не снимается обязанность быть единобожницей и жить в соответствии с Сунной Пророком Саласом. Вот так же и ты. Аллах тебя обогатил, аль-хамдулиля. Твое богатство используй так, как научил Всевышний Господь Суман Аталия через Пророком Саласом вести себя богатым людям. Аллах тебе сделал. Выплачивай закят, давай садоком, поддерживай удовольственные узы. Уаля танца насыба камин на дуне. Аллах Суман Аталия рассказал о том, что народ к Аруне обратился. Не забывай о своем уделе на этом свете. То есть не забывай, кто ты в первую очередь. И точно так же пользуйся своим богатством во благо себе Всевышний Аллах любит видеть следы своей милости на человеке. То есть если Аллах тебя обогатил, у тебя есть возможность ездить на определенной машине, одевать определенную одежду и так далее. Не лишай себе этого блага, наслаждаясь этим, Барак Луфикум, и при этом расходуй на родных, на близких, на соседей, на бедных, на нуждающихся, строй мечети, расходуй на призыв Всевышний Аллах. Если Всевышний Аллах, плати закят, если Всевышний Аллах Суман Аталия сделал тебя бедным, живи, как говорится, пусть твое одеяло будет по длине твоих ног. Так надо жить. И это не должно быть стремление брать. Которые создают там форумы, коучинги там, не знаю, и так далее, и так подобное. Где говорит о том, что мусульмане должны стать миллионерами, тренерами. Это у Аллахи даджалы, о которых рассказал пророк Салаллаху, алейхи вассалям, когда нарисовал длинный путь, а по краю, по краю, короткие пути, и сказал, что вот эти короткие пути, это пути заблуждений, в конце которого каждый стоит, что? Шайтан и зовет туда. Ответьте мне, ответьте мне. И конец этого короткого пути, это что? Ад. И конец этого пути, это ад. Поэтому сегодняшний Аллах говорит, куляй, ставлю хабис, вот так. Скажи, не сравнится благое и скверное. Оля, аджиба, ка-каср, толь хабис, даже если тебя, и даже если изобилие скверного понравилось тебе, о человек, или удивляет тебя, о человек. Иисус. 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 Иисус.